Что заставило американцев выйти на протесты по всей стране? На каких курортах Таиланда? Туристам больше не рады? И в каком парке развлечений посетителям не нужна одежда? Об этом мы не только. Далее в нашем обзоре. Пожар под Манчестером, где тлеют торфяники, разгорелся с новой силой. Ранее к тушению уже привлекли британскую армию. Помимо военных задействованы сотни пожарных. Напомню, там пылает еще с воскресенья. Дым окутал несколько деревень и городков. Жителям советуют оставаться в помещениях и не открывать окна. Десятки тысяч человек в сотнях городов от восточного до западного побережья США вышли на марши против миграционной политики Дональда Трампа. В Лос-Анджелесе к протестующим присоединились голливудские звезды. Митингующие требовали, чтобы правительство как можно скорее воссоединило семьи мигрантов, которых разлучили с детьми на границе США из-за закона о нулевой толерантности к нелегалам. Российский жест обернулся для ведущих американского испаноязычного канала отстранением от работы. Инцидент произошел после победы команды Южной Кореи над сборной Германии на Мундиале. Во время прямого эфира один из ведущих растянул уголки глаз, имитируя на камеру азиатские черты лица. Его коллега, стоящая рядом, повторила жест напарника. Не прошло и дня, как в редакцию канала посыпались десятки писем от возмущенных телезрителей. На острове Ратнест у побережья Западной Австралии туристы напоили редко встречающегося зверька квокку алкоголем. Мужчина угостил животное водкой со вкусом пинаколады. Его подруга сняла это на видео и разместила в Инстаграме. Пользователи жестко раскритиковали поступок туристов. С помощью камер видеонаблюдения мужчину нашли, оштрафовали на 200 австралийских долларов и лишили возможности впредь посещать остров. Что случилось с квоккой, неизвестно. С 15 октября посетить Симиланские острова туристы не смогут. Ограничить туда доступ решило правительство Таиланда. Такие меры власти королевства принимают, чтобы восстановить экологию нескольких популярных мест. Ранее, в июне, власти Таиланда также закрыли для туристов пляж Майя-бэй на острове Пхипхеле, который обрел популярность благодаря фильму «Пляж с Леонардо Ди Каприо» в главной роли. Парк развлечений для нудистов открылся недалеко от Парижа. Теперь любителям костюмов Адама и Евы есть где провести выходные и познакомиться с единомышленниками. В их распоряжении весь парк, в том числе батуты и мини-поле для гольфа. Однако посещение некоторых аттракционов возможно только в шортах или нижнем белье в целях безопасности. Камбоджийцы трудились почти полгода и, наконец, соткали самый длинный в мире шарф, попав в Книгу рекордов Гиннеса. Длина этого шедевра 14 километров. Тысячи жителей столицы собрались, чтобы измерить традиционный камбоджийский аксессуар. Шили предмет национальной гордости всей страной. Поучаствовать мог каждый желающий. Более того, премьер-министр Кабоджи поощрял такую инициативу. Продолжение следует...